Это опять Евгений Ерёвин. И, кстати, с 8 марта. Всем женщинам желаю счастья, с бычью позитивных мечт. Оставайтесь такими же прекрасными, юными и выражительными. Если кто-то вам скажет, что вы не такие, зашлитесь на меня, скажите, что тут придет до сглаз, потому что вы юные и выражительные. Вот. Я выложил видео под названием «Нижегородский полтергист». Там описывались всякие интересные события, происходящие в квартире моей сестры. И в том числе я рассказал о том, как здесь, в этой квартире, обстоят дела с электромагнитными звучениями. То есть здесь, очевидно, повышенный электромагнитный фон. Здесь явно работает какое-то устройство, скорее всего, квартиры выше, которое, очевидно, негативно воздействует, или должно негативно воздействовать, на психофизическое состояние людей, находящихся здесь. Ну, точнее, не людей, а, по-видимому, одного конкретного человека, моей сестры. И тут должен дать небольшое пояснение. Как мы знаем, электромагнитное звучение повышенное и приводит в первую очередь, ну, конечно, ко всякого рода нервно-психическим заболеваниям, проблемам с нервной системой и тому подобное, но, к числе прочего, это и онкология. А онкологические заболевания являются, это не просто способ свести человека в могилу, но еще они являются противопоказанием для занятия некоторыми видами деятельности. То есть часто в контрактах компании с управленцами присутствует такой пункт, что в случае наличия онкологического заболевания управленец перестает быть управленцем. Это очень значимое наличие онкологии является очень значимым фактором, позволяющим отстранить кого-то от, например, распоряжения какими-то капиталами, финансами, какой-то значимой деятельности. И таким образом, скорее всего, мошенники, которые завладели капиталами моей сестры, моей семьи, они таким образом пытаются избавиться, сформировав заболевание соответствующее, они, по-видимому, пытаются создать лазейку, позволяющую квазизаконным образом отстранить или создать некую видимость квазизаконного какого-то отстранения и ее от управления своими капиталами. То есть это может быть представлено как некий аргумент, вот, видите, онкологическое заболевание, которого, кстати, нет. У тебя нету? Нету, нету. Пытались диагностировать? Да, пытались. Врач железнодорожной поликлиники дала мне направление, терапевт, для обследования к онкологу в связи с тем, что она, ну не знаю, каким-то видимым ей причинам подразумевает, что у меня развивается рак груди. Я была просто морально этим очень сильно подавлена, взяла направление, принесла домой и решила, что я не пойду к врачу, потому что вдруг действительно у меня вот рак. Я не сейчас скажу, что у меня там житья осталось полгода. Я подумала, я лучше, ну, проживу эти полгода без дамоклого мяча, потому что, ну, у меня нет детей, у меня нет мужа, у меня давно убили моих родителей, убили женщину, которая мне заменяла и семью, и мать. И, в принципе, вот, ну, незачем мне вот что-то просчитывать, высчитывать. Отстранили вообще полностью от всего, чего только можно и чего только нельзя, хотя моей семье принадлежало многое. И это многое находилось не на территории России, отнюдь, а за ее рубежами. Меня сюда, просто скажем так, закинули на истребление, как и ранее закинули другого моего родственника. Ну, в общем-то, я тебе вкратце описала свою семейную ситуацию. Решила, что маленьких и стареньких, которым требовалась моя жизнедеятельность, моей жизни нет. И я просто не хочу знать, есть ли у меня рак или нет. Может быть, кто-то решит, что это безответственный подход к собственному здоровью, но тем не менее я так решила. Через где-то год, работая на железной дороге, нужно проходить, ну, кому как, мне, согласно моему роду занятий, нужно было проходить раз в год медкомиссию, как допуск к работе. А род занятий? Должности? Так, господи. Девять месяцев на работу не хожу, вспомнить не могу. Так, сначала, так-так-так, как-то точно, да. Оператор по обработке перевозочных документов. Вот. С учетом, что я имею диплом, в котором записано, что я являюсь экономистом-менеджером по управлению предприятиями железнодорожного транспорта, где незаконно размещены мои капиталы, чтобы я этого никогда не узнала. По звоночным правам меня вышвырнули откуда только могли. В том числе использовали мошенническую схему. Сначала предложили тогда устроиться в Горьковское управление железной дороги. После того, как были оформлены все документы, мной было написано заявление, оно было подписано начальником службы, начальником дороги по коммерческой эксплуатации, начальником дороги, Горьковской железной дороги, начальником службы коммерческой эксплуатации на транспорте. Может быть, сейчас что-то уже по-другому называется. Прошло очень много лет, структуры меняются. Мне сказали, чтобы я перезвонила через неделю. Я перезвонила через неделю, мне сказали, что в моих услугах не нуждаются. Но поданные документы о приеме меня на работу, они, в общем-то, остались. К тому моменту я только начинала свою трудовую деятельность. Трудовых книжек могло быть сколько угодно. Это какой год? Это 1999. Все понятно, что трудовая книжка, в общем-то, перемещается вместе с сотрудником. А сотрудник переместился в управление, по-видимому, какое-то? Видимо, да. Нужна аутентичная подпись, но... А кто ее видел? Вот и все. И я пыталась строиться на работу. Да уже не ради карьеры, а ради денег. Так не брали. Каждый раз обманывали примерно по такой же схеме. Если, предположим, хотели взять, то потом отказывали. Даже уговаривали, что им нужны такие специалисты и так далее. Чтобы я больше не обращалась к смежной организации. Например, не взяли в полу-транском тыне. Хотя мне сказали, вам же так неудобно, придется ездить с двумя пересадками. Но работа в Горьковском железнодорожном агентстве – это ад, который мне специально устраивает. А должности, кроме оператора по выдаче справок? Нет, выдаче справок это было до того. Здесь оператор по обработке перевозочных документов. Я была готова на две пересадки, на все что угодно. Только бы не видеть этих людей, эту работу и так далее. Мне отказали. Опять-таки, ничем не мотивируя свой отказ. Вот я считаю, что это позвоночное право, где, в общем-то, нельзя меня было принимать на те работы. Бухгалтерам нельзя, я вижу документы бухгалтерские. Экономистам нельзя, я вижу опять-таки те же документы. Лисовку и лисовки. К сожалению, в общем-то, средств управленцев, ну, тоже нельзя, потому что видишь и то, и другое, и третье. И, в общем-то, еще один такой очень интересный момент. До того, как я стала работать оператором по обработке перевозочных документов, был еще более худший период. Когда я много лет была вынуждена работать дежурной по выдаче справок для информации. Для того, чтобы на тот момент выполнять эту работу по требованию работодателя, не обязательно было иметь не только специализированное железнодорожное образование, среднее или какое-либо, но не обязательно было иметь даже 11 классов. Достаточно было закончить 8 лет. То есть, тебя ставят дипломом, твой диплом просто спрятали, и тебя... Нет, меня туда взяли на 2 недели по договоренности, потому что я уходила с одного предприятия, где я где-то месяц пробыл, но я просто не выдержала прессинга, который у меня там оказывался, и ушла. Начальник этого предприятия, на тот момент Чуркин Петр Васильевич, договорился, как он мне сказал, что он договорился с Грошковой, Татьяной Владимировной, с заломбилетными кассами, что вот они меня пристроят на 2 недельки, ну, чтобы не терять непрерывный трудовой стаж, хотя я их об этом не просила. Мне было все равно, мой тогда выставок был тогда очень маленький. То есть, меньше года. На 2 недельки, ну, 2 недельки я потерплю, в общем, 2 недельки затянулись на несколько лет, на очень много лет. И вот по какой причине принимала меня на работу Милова Таисия Матвеевна. Помощницей у нее была Курочкина Елена Юрьевна. С течением времени, а я работаю, дежурный полотчий справок. Милова Таисия Матвеевна ушла на пенсию, я не уверена, что она сейчас уже жива. А Курочкина Елена Юрьевна, ее помощница, стала начальником отдела кадров. Она сейчас им является, работает в отделе вокзалов, ну, я не уверена, как точно называют сейчас это подразделение, потому что я железную дорогу из своей жизни вычеркнула, хватит с ними. В общем-то, они очень культурно положили мое личное дело в прямом смысле на полку и исключили меня из всех списков. У меня не было ни в одной ротации. То есть это такая клетка. Как я об этом узнала? Да очень просто. Нужно проходить медкомиссию. Мне выдавали направление. Из отдела кадров. Я проходила медкомиссию. После того, как ты проходишь всех необходимых специалистов, нужно проходить заключительный этап. Готая годность должна зафиксировать председатель медкомиссии. Приходишь со всеми там справками, анализами, допусками председателя медкомиссии, который все просматривает, если что-то не ясно-понятно, она уточняет, фиксирует твой допуск и отпускает тебя там на работу. Но дело в том, что параллельно тем направлениям, которые выдается на руки сотруднику, в железнодорожной поликлинике есть общие списки, те, кто должен пройти эту медкомиссию. Так меня в этих общих списках не было никогда. При мне не единожды ответственный сотрудник, ну а председатель медкомиссии Матрёнычева, звонила Курочкиной и говорила, вы ошиблись, включите в списки. Да ничего, она не ошиблась, она меня тогда специально не включала. По договоренности. То есть фактически тебя там, не фактически, а документально. Прятали. Ну что ж поделать. Елена Юрьевна, я с ней очень долго работала в одном здании. То есть я, уйдя в ГЖА, работала на третьем этаже, а она какое-то время на четвертом. В ГЖА это Горьковская железнодорожная? Горьковская железнодорожная агентство. Вот. И мы с ней, в общем-то, у лифта встречались. С утра, к 8 дней на работу. Так она, ты, ну, такую наглость, говорит мне, Лёль, привет, ну как у тебя дела-то? Я с ней старалась не стараться. Уже понимая, что мошенница, понимая, что, ну, не просто так. Ну, каково было мое глубочайшее потрясение, когда я зашла в социальную сеть в Facebook, открыла аккаунт по ушевой, сейчас Юржалина она, Елены Валерьевны, ну, это так, завуалированный родственник Матвея Павла Николаевич, мне преподносился как друг. А, Елена Валерьевна, значит, соответственно, но... Плошев друг Матвеева. Да, соответственно, его дочка. И тут я увижу у неё в трусях Алену Курочкину. То есть это та самая Алена Курочкина? Алена Курочкина – это дочь. Елена Юрьевна Курочкина. Откуда я знаю? Потому что время идёт, и маленькая девочка Алена Курочкина за то время, пока меня скрывали на вокзале, а потом Гыжа выросла, стала взрослой девушкой, и трудоустроили её на какое-то время на вокзале, поэтому я её там видела. У меня просто был моральный шок. И тут я поняла, что это семейный сгул. Ну, конечно, не в один момент, там, открыв социальную сеть, а просто это было ещё одним дополнением к ранее сделанным выводам. И к собственным оговоркам, к собственным утечкам. Да, и к собственным оговоркам. Которые не совершили шантажа друг друга. Да, и к собственным утечкам, да. А одна банда. Ну, как можно скрыть собственника, и его способность, в общем-то, самой отвечать за то, что и масло. Чтоб мне оставили мои родители, которых просто лишили жизни, для того, чтобы этим завладить. Я сейчас не обвиняю российское государство и Путина. Пожалуйста, прислушайтесь, господа, во Франции, в Германии и в Беруте, в Ливане. Почему так много государств? А потому что мой истинный социальный статус очень высокий. И я о нём знаю. И именно он, по всей видимости, не даёт... Убить. Убить меня в открытую. Поэтому требуется Макурина, которая вытворяет то, что она вытворяет, оказывая различные воздействия, не только она, чтобы, в общем-то, выдать мою возможную смерть. Макурина – это соседка, ну, там, садилась на квартиру. Ну, да. Как раз та, которая глушила микроволновкой. А сегодня утром устроила спектакль. Я тоже слышал. Там, акустическая атака. Какой-то странный, какой-то странный зуб. Сильный звук. Там, децибел на 50. Завывающий, странный завывание. Реально, чем-то модулированный. То есть, явно, какое-то устройство работало. Как только начали переговариваться, они быстро это выключили. То есть, по-видимому, устройство было призвано воздействовать на спящего человека. Человек проснулся, сразу надо быстрее подключать. То есть, явно работает и прослушка, работает обратная связь. Ну, это же, возможно, лишить способности к труду или вообще вызвать летальный исход, якобы, от естественных причин. Вот насчет онкологии. То есть, онкологию в итоге диагноз подтвердился? А, да. Вернусь к онкологии. Значит, прошел год. Пошла я вторично. Как бы циклично. То есть, в этом году очередной раз проходить медкомиссию. Все равно в ту же поликлинику уйти. вытащила из ящика стола там. Прибрала далеко подачи, чтобы никто не видел. У меня что-то все ходят. Включая Макурина, уголовников. И пошла к специалисту с этим направлением. Прихожу. В очереди никого. Такая изменяющая тишина около кабинета. Когда я спросила, где такой-то кабинет проходящего по картуру, у меня так испуганно посмотрели. Сказали, там-там-там, дальше там никого нет, никого. Вот точно не ошибетесь, там никого нет. В железнодорожной поликлинике просто всегда очередь, всегда есть. Угу. Прихожу. Женщина мне говорит, то вы чего? Онколог. Я там прочитала. Она прочитала направление. Сказала, ну ладно, понятно, раздевается. Сделала ручной осмотр. И говорит, вам кто-то дурень писал. Я говорю, там написано. Написано. Выкиньте и забудьте, нет у вас ничего. Такой был дан ответ. С онкологией, получается, за год сама рассосалась. Непонятно, если она вообще была. Да вообще, наверное, я думаю, ее не было. Потому что это, наверное, было направление для того, чтобы как-то где-то показать, либо продублировать. Узьма она умелась. Не только у меня на руках, но и запись где-то в медицинской карте. Что в последующем это являлось частью какой-то мошеннической схемы, которую я в принципе не знаю. Но ситуация с онкологией имела свое продолжение. Далее, через какое-то определенное количество лет, когда я уже сходила, и все выяснило, мне зафиксировали, что у меня нет этой онкологии, я порадовалась за себя и за жизнь. Пришла на работу очень довольная, что испугала моего непосредственного руководителя, Зубова Татьяна Станиславовна. Подошла и спросила, Оля, а что случилось? Я говорю, да Татьяна Станиславовна, онкология не подтвердилась. И тут мошенники предприняли обходящий маневр. Дело в том, что на железнодороге принято размещать пенсионные средства в пенсионном фонде. Этот пенсионный фонд еще к тому же и страхует от несчастных случаев еще один вид страховки, это от различных видов болезней, в том числе от инкологии. Вот приходит у нас на работу во время рабочего времени специалист из этого подразделения и предлагает застраховаться от несчастных случаев. Тут я подумала, что надо как бы, мне потребуется застраховаться, потому что, ну, на работе меня, например, разбивали. Меня травмировали колени во время рабочего времени, это просто нападение. Могут, например, скинуть с лестницы, уже так гипотетически предполагая. Но подумала, раз есть такое предложение, и вроде бы недорого стоит, для меня это значимо, то есть подписываешь заявление, и, в общем-то, тебе просто бухгалтерия делает отчисление, зарплату от тебя, что ничего не требует. То есть не надо самоплатить, отлично? Нет, ничего не надо. Не платить, не помнить, не фиксировать. Женщина очень настаивала. Открыла там рекламный альбом, вот посмотрите, вот если вы застрахуетесь застрахуетесь от онкологии, то вот смотрите, если у вас вдруг онкологию найдут, какие выплаты вы получите. Представляете, если параллельно признали по фальшивым документам, что у меня есть онкология, они бы одним выстрелом убили двух зайцев. То есть, во-первых, меня бы могли, правильно, как ты правильно сказал, квазизаконным образом отстранить от управления капиталом. Я от них так и так отстранена. Но, наверное, решили подстраховаться, либо предыдущая мошенническая схема не сработала. И плюсом еще могли вызвать онкологию вот такими воздействиями. На работе тоже там компьютер на компьютере стоял. Нарушения всех норм выкручивались подобным образом, что, значит, электрик приходил, выворачивал лампы дневного освещения. Естественно, они там с хорошим люксом, все видно. Следующим за ним приходила комиссия по охране труда, замеряла освещение как раз над моим рабочим местом. Ой, прекрасно, лучше всех ставили оценку отлично по организации рабочего места. Ну так, там, конечно, всякие случаи бывали. Но это просто очередной мошеннический прием. Типа сломных коленей ударом к креслам. Ну, надо. Нет, я сейчас немножко не про то. Например, такие моменты. Охрана труда. Выходит из строя техника. Там очень много компьютеров. Просто на этом начинает вытоку. Кулеры не справляются. Как будто этот компьютер постукивает, а там гудит еще. А там гудит еще. В очередной момент, что мы отремонтировать не можем. Нужен там новый вентилятор или что-то. Что делает администрация? Она снимает защитные стенки скоро, ставит вентилятор. Мне под ноги. Говорит, работайте. Я говорю, а сами хотите сесть сюда? Вообще-то женщины. А что я могу сделать? Что я могу сделать? Нет компьютеров. Ну, в общем, так недели три, а то и четыре. При аттестации рабочего места, ну, отлично. Если это не мошенническая схема, тогда я не знаю, что. А вам чего не вывинчивали после этого? Нет, зачем? Ну, это двойная работа. А, ясно. Ну, в общем-то, я не говорю, что это тут электрика виноват. Если электрика вызовут, то он винтит при наличии запасных ламп. Я имею в виду, что вот такие мошеннические схемы, это просто по полной программе, подделка подписей, ставили вот лично за меня подпись, я потом ее видела, и говорила, это не моя подпись. Она мне когда была, у нас проверка. Так дело в том, что подпись могли поставить на тех документах, которых я вообще никогда не видела. Или документы сверстать правильным образом. Ну, или документы сверстать правильным образом. Я в своей ленте в фейсбук выкладывала якобы мою подпись, сделанную не моим почерком. Ну, почерк это очень индивидуально. Это, ну, можно, конечно, поделать. Я знаю, но это подделывать. А тут, как бы, видимо, уже пакет документов был вместо меня подписан. Баталина Людмилы Николаевны, и чтобы не вызвать разночтение в подписи, она подписывала дальше. Я просто случайно увидела текущий документ, якобы с моей подписью, написанный Баталиной Людмилой Николаевной. Почему именно ей? Потому что не было написано Баталии. Во-первых, это ее почерк. Во-вторых, до того, где-то за день или за два, она подписывала заявление с другого оператора. Но тому оператору, правда, позвонили, сказали, надо срочно ты не будешь возражать, если мы за тебя тут подпись поделаем, а потом ты перепишешь заявление и поставишь аутентичное. Оператор не возражал. Но дело в том, что мне-то не звонили и не спрашивали, а просто поделывали. С учетом того, что у меня есть, что украсть. Вот так вот. Вот так вот. Хорошая компания, Горькошское железнодорожное агентство, которое явно убыточно, но при этом административно-управленческие расходы у них настолько высоки. Мне, как оператору, это было не видно. Я там, как... Я там в клетке сижу, а вокруг меня охранники. Точно так же, как и дома. А вот баталью Людмилы Николаевны ей вот виднее, потому что, помимо того, что она сама там работает, у нее муж занимался какой-то коммерцией, какой мне неизвестно, но связанной именно с железнодорожными структурами. Вот он утверждал, что это самое обеспеченное предприятие, из тех, с которыми он взаимодействует. Что там, где надо и не надо, имеются персональные машины, персональные водители и так далее. На чьи деньги? На чьи? Ну, наверное, в том числе и на мои, если не в основном на мои. Чем пользовались? Семь эти фальшивками, либо выбитыми подписями. Из меня, Матвеева Наталья Ивановна. Потому что ранее она работала на том же производстве, в том же предприятии, просто она называлась ДОП-2. Дирекция по обслуживанию пассажиров 2. ДОП-2 указывает, так как код, это Горьковская железная дорога. Ну, в общем-то, там все очень хорошо организовали. И у меня же просто нет сил моральных рассказывать все то, что пришлось вытерпеть этой женщине. что те люди, с которыми она работала, это просто подонки. Так я же вернулась к тем же. Там работали те же люди, которые Наталью Ивановну тогда преследовали. Ну, не совсем они, но в том числе и они. Вроде моих родственники. Родственники не знаю. Ну, мне как-то, в общем-то, мне это не показывали, не выпирали на показ. Я, в общем-то, понимала, что я работаю в том же предприятии. Но очень долго я с ним никак не соприкасалась, в основном. Они для меня начальники, потому что я занималась статусом ниже Натальи Ивановны. Ниже. Пока я не перешла работать в это ЛБК. ГЖА. ЛБК это? ЛБК это отдел ГЖА. И вот тут... Что значит? ЛИНЕЙНОЙ БИЛЕТНОЙ КАССА. Угу. И вот тут их понесло. Понесло в каком смысле? Ну, во всех. К тому моменту Наталья Ивановна убили в 97-м году. Я устроилась к ним работать, ну, в конце, ну, даже, не знаю, в начале, ну, в общем-то, как-то, в общем-то, лет так 15-то уже прошло. Я просто не вспомню точную дату, когда мне, так сказать, неправильно я поступила, может, меня вынудили. У меня просто не было других вариантов. Я пришла к ней в работу, и они стали лить на нее грязь. Это не ввиду сведения счетов. Это требуемая информация. Например, Смирнова Галина Алексеевна. Я у нее училась, стажировку проходила. По поводу работы я не могу предъявить никаких претензий. Галина Алексеевна всегда была готова помочь, объяснить. Только мне стажировку ставили все время в резаном виде, чтобы постоянно держать стрессовое состояние. То есть, меньшее количество часов, чем требуется нормальному человеку для закрепления. недоподготовленное? Да. Например, я должна была учиться на курсах билетных кассиров. Ну, у меня же диплом-то не считается. Я же не. А диплом у тебя по специальности? Экономика и управление предприятием жилосложного транспорта. Курсы билетных кассиров? Да. В общем, меня с этих курсов снимали и говорили, так, сядешь работать, у нас просто работа некому. Вот. Свою фамилию не вводи. Введешь фамилию Галины Ксены, ну, там финансовая отчетность. Если брак, ну, как-то, в общем, будем выходить с положения. Во-первых, я пропускала часы, там людям читают. Во-вторых, в общем-то, меня загнали в стрессовую ситуацию. Да, я могу позвонить Галины Ксены домой, и она меня проконсультирует, поскольку с ней договорились. Так я даже лекции там не дослушала. Ну, ладно, пошла... А куда мне? Деваться я пошла на уступки в работодатель. Экзамены я, конечно, стала. Ну, потом пришлось возвращаться уже, так сказать, потом вернули на работу под присмотром, уже с другой девушкой. Ну, как бы там, на одну-две смены, что ли. И пропущенный материал, который мне нужен был при работе, я его просто пропустила, не прослушала. Я спросила у нее, я не знаю, как это сделать, скажи мне, пожалуйста, как взять отчет билетного кассира. Нужно набирать на компьютере определенную последовательность. Ну, она мне подсказала, мы с ней работали в ночную смену, была на ваку, на столице. Утром собираюсь на работу, еще не вышла из-за отдела и была на ума талии. А вы представляете, она ничего не знает, она ничего не умеет, она даже отчет, как взять у меня, спрашивала. Да я пропустила это, из-за них же. Угу. Пожалуйста, вот вам не знаю. По поводу Смирновой Галины Алексеевны. Я не обсуждала маму. Та женщина, которая меня родила, была давно убита, а маму мне заменила Наталья Ивановна. Наталья Ивановна. Здесь ее фамилия была Матвеева. Да. Вот. И тут, значит, вот я вот не была, вот я в такие-то годы не присутствовала, меня вот сократили, я работала проводницей, Галины Алексеевны, смирновой, но мне вот сказали, что вот она спилась. Представляете, и я сижу, и я должна как-то реагировать. Галине Алексеевне, как-то, вы, в общем-то, видимо, велели это сказать. для поддержания легенды. Ну, Галина Алексеевна, человек зависимый, ей надо доработать, прогнуться перед начальством, дочку пристроить на работу. Кстати, пристроила проводник, дочку завалекаться. Вот. Ну, это очень унизительно. Для них, может быть, и нет. Для меня, да, я не буду с ними обсуждать свою мать, тем более в таком ключе, тем более я понимаю, в чем тут, что называется, собака зовут. Ну, ввиду того, что они не смогли вывести меня из стаяния равновесия, присоединилась еще одна работающая с нами подносменная женщина. А, сейчас, я тоже про нее писала на своей ленте в фейсбук. Надежда Вячеславовна Минеева. В общем, совместными усилиями они просто довели меня до слеза. Ну, Надежда Вячеславовна, она вообще человеком очень заинтересована. После того, как она окончила свою трудовую деятельность, вышла на пенсию, а она стала работать в... советы ветеранов. Сейчас скажу. Советы ветеранов. Совет ветеранов это та структура, в которой еще так куда перечисляются деньги. Надежда Вячеславовна прибежала после того, как ее туда пригласили, с вытрощенными глазами, с лихорадочным вообще выражением лица, с тем, чтобы поздравить свою подружку поделиться впечатлением. Но так как она в коридоре, чтобы другие не слышали, но так как она была очень возбуждена, она прям здесь сказала, вы знаете, это... это золотое дно. Золотое дно это воровство. Да, все-таки не помню. Потом, значит, регулярно меня месяц со всеми просили пожертвовать 50 рублей в пользу и зарплату в пользу этого фонда. Когда я поняла, что меня воруют, я сказала, я не буду это подписывать. Они три раза поменяли этот номер счета с рублевого на валютный, с валютного на рублевый. Я все равно подписывать не стал. Чтобы, ну, под 50 рублей мне провели и неизвестные мне транзакции не украли еще больше. Чтобы как предотвратить это мошенничество, я написала об этом в Фейсбуке, но Фейсбук перекрывал мои сообщения ввиду того, что я не являлся опытным пользователем. Я просто не понимала, что их ставят без меня, без моего участия, чтобы просмотр вижу только я. Я пользователь более опытный, я подтверждаю, что Ольга выставляла по своими публикациями опцию «Видно всем». то есть, в Фейсбуке это видно маленьким таким вот в качестве маленького такого земного шара. И очень быстро эти земные шарики исчезали и заменялись замочком, который сигнализирует, что видно только мне и даже, в смысле, только пользователю самому. Даже я, будучи другом в Фейсбуке, я перестал увидеть эти сообщения. таким образом они, в общем-то, предотвратили мои попытки разблочения. Но для того, чтобы прервать монополию Фейсбука, я стала вести живой журнал. Вот. По поводу того, да, она же спилась. Мне очень тяжело говорить про то, что случилось с Натальей Ивановной. Но поверьте мне, это не из разряда спилась. Для того, чтобы это рассказать, ну, я не знаю, какое ограничение по возрасту мне надо ставить. Плюс 21 это минимум. Женщинам не смотреть, не слушать. Для зрителей и слушателей только с крепкими нервами. Сама я лично не читала подобных пасквили про себя. Но думаю, что они имеют место быть. Я не то, что не злоупотребляю, я не пью совсем. Подтверждаю. Для чего нужно это было? Для того, чтобы эти фальшивки легли в основу банковского выраства. Я думаю, что в моем случае фальсифицировала домчинка Любовь Владимировна, а в случае это начальник отдела кадров. Горьковского железнодорожного агентства. Причем, явно не бесплатно. Можно, наверное, просмотреть уровень ее доходов и уровень того, что она потратила. Но просто это система оплаты за участие мошенничества. Что касается тех времен, когда дирекция по обслуживанию пассажиров работала Наталья Ивановна, начальником отдела кадров была Карпичева и Чернышева. Две дамочки, две сестры родов из Шахуни. Это маленький город. Свои родственники друг друга. Да, по-моему, двоюродные сестры. Оттуда же родов и Матвей Ф. Павел Николаевич. Это я говорю для того, что я настаиваю, что работает некий спрут. То есть семья, которая имеет устойчивые не только родственные, но и криминальные связи. и в общем-то очень давно этим занимаются. Не один десяток лет, а именно киднепингом детей очень обеспеченных людей по предварительному убийстве родителей. А потом нас помещают в адское такое житье-бытие. Из этого ада никто еще живым не вышел. Но этот спрут он не мог предусмотреть технического прогресса и соцсетей. Появляется еще фейсбук, и вот он живой журнал. вот теперь вернусь к родственным связям. Той женщиной, которая подделала непосредственно мои документы в Горьковском железнодорожном агентстве является ЛСО Ольга методом. То есть она была специалистом, который ведет мой отдел. То есть оформляла документы. Даже из того, что я видела, они подделали. То есть по отдельным документам мне не оплачивалось выслуга лет. Это очень большое выпустое. Меня в общем-то заставляли дробить отпуск на две половины. Две недели, две недели. Хочу, этого не хочу. Но это административное давление. Потом две недели терялись. Честно, заработанных вообще-то. Полугодная заработка. И выплаты к этим двумя неделями. При уволении с работы я не смогла выйти из профсоюза. Так, на минуточку. Это еще один канал воровства плохо проверяемых финансов. Там вообще целый не знаю, как это назвать. Даже процедуры не назовешь. Целую операцию провернули. Может быть когда-нибудь расскажу. Но в общем-то не вышла я из профсоюза. Хотя уволилась с работы и больше не работаем при этом железнодорожном транспорте. Никогда не буду. Хватит. Так вот, Ольга Анатольевна Лысова, если я еще не путаю, здесь я не уверена, но до замужества была Николаева. Вот я не могу сказать, кто это. Чернышева или Карпичева. это ее тети. Своих же, туда же, чтоб не было недоразумений и так далее. фактически это отдел кадров это ключевое. Да, это ключевая структура. То есть человек, который принимает на работу только своих, семейных. Семейных это те люди, которые занимаются киднеппингом, изнасилованием, чтобы сломать воль. Маленькие дети подрастают. убийства убийством. Их не убивают, не знаю, выстрелом в висок, в упор, ножом, топором. Просто методично избивают. Причем медики семейные еще и подсказывают, куда бить, чтобы потом зафиксировать якобы естественную болезнь. Получается, что у них есть и медики, в этом сообществе присутствует специализация? Да, естественно. Это такой криминальный обвал, что нужно рассказывать часами. Я пыталась, насколько я это могла, описать на своей ленте фейсбука. Но поскольку мое упорство было преодолено менеджерами фейсбука, я переселилась месяц назад уже в его журнал. Кстати, менеджером фейсбука может стать человек не прошедший какого-то там сита просто. Менеджерам просто устроиться в эту компанию и пройти какой-то трудовой путь совершенно точно так же, как и сотрудники железнодороги, состоящие в определенных родственных связях. То есть могли принять туда своего человека, который и так далее. Да, станет понятно, почему тот же самый фейсбук. Например, в следующем видео мы расскажем о том, как фейсбук не посчитал обвинения в адрес Костина Андрея, руководителя ВТБ, генерального директора совета директоров, по-моему, председателя совета директоров банка ВТБ. фейсбук не стартовал это в качестве новости, которую нужно поднять через год и совершил много всяких интересных других вещей, за которые компанию фейсбук можно обвинить в пособничестве в... как минимум банковскому воровству. Но тут еще один интересный момент во всем этом негативе. В видео про нижегородский полтергейст я предлагал послушать любой человек, который окажется здесь, в этой квартире, хотя бы на этом этаже. Напомню, что речь идет о доме по адресу июльские дни, дом 9. 9, квартира 10. Да, квартира 10, но достаточно подняться на третий этаж. пронзительный звон в ушах телевизор с кинескопом из изображения кинескопа начнет дорожать и смещаться. Здесь явно идет сильнейшее превышение электромагнитного излучения и вот после того, как я закинул себе на ленту Facebook YouTube канал YouTube это видео звон в ушах стал намного меньше. А просмотр журнала резко увеличился. Да, просмотр журнала резко увеличился. Так что то, что мы пишем выкладываем способствует сохранению жизни и поведем рано или поздно этих мошенников выведем на чистую воду и вернем себе все то, что у нас украли. С верой лучше. Оставайтесь на связи на связи. Продолжение следует... Продолжение следует...